У нас сегодня в студии Рундул Мундул, в простонародье Вячеслав. Это очень хороший человек, участник шоу группы «Адовый мужик», а также он по специальности мастер отделочных работ. Вот сегодня он проведет небольшой экскурс, так сказать, расскажет нам про различные строительные инструменты и для чего они предназначены. Ну, Вячеслав, что вот это у вас такое? Это у нас рулетка. Рулетка, покажите. Вот смотри какая вещь. Вещь, да? Вещь, конечно. Ценовая категория, как это? Ну, рублей 200. Рублей 200, да? То есть, может купить ее любой, да? Любой, да. Ну, это вот еще и такая плохая. Есть такая. Сейчас в школах, наверное, уроков труда нету. Да нет, есть, наверное. Есть, да. Но им там просто некому объяснить, что такое рулетка. Итак, Вячеслав, для чего предназначена рулетка? Историю. Про рулетку. Про урок труда. Да, да. Итак, внимание, урок труда. Ну, да. В общем, мы в школе занимались, ну, на уроках труда иногда занимались, делали электропастушки. Это из алюминиевой проволоки. Что такое электропастушки? Короче, слушай, такая вот проволока алюминиевая, на конце делаешь колечко. Следующее с двумя колечками, еще одно, палочка еще с колечком. И вместе их сцепляешь, и они такие болтают. Ага. И вокруг загона с коровами их вешали. Электропастушки. Да. Хорошее название, электропастушки. Да? Группа электропастушки. Носом ткается у них, и только мьет, ничего не лезет. Лена, слушай, это вообще ураганная тема. Вот. И мы эти электропастушки там делали. Вот мы делали, ну, каждый стоил, по-моему, 4 копейки. Мы за 2 часа этих трудов мы там делали, что-то по 50-х, наверное. Ну, и суть-то в чем? Ну, суть в том, мы стоим, ну, сдаем. Вот тут сидит учитель, мы там стоим. Короче, эти пастушки сдаем. А чувак стоял, взял чертилку такую, и стоит на столе, ковыряет. Этот увидел мастера, ну, нет, учитель, блядь, пишет, что не циркуль, как его в лоб влогнуло, ой, национал, блядь, вот так вот, блядь, готово, блядь, этот такой стоит с циркулем, блядь. Кровь, все, блядь. Ля, вот жесткий трудовик был, ни хрена себе. Прикольно было. Да, прикольно-то было. Итак, слова рулем. Ну, все-таки, будем... Она служит для измерения. Вот, смотри, вот, у нас тут... А, надо сейчас будет уголок отрезать. Ага. Вот, метр двадцати. Метр двадцать. Ага, метр двадцать. Вот, да, вот, метр двадцать. Ага, а скольки метровая вот эта штука? Это, наверное, пяти. Там не написано на ней нигде? Может, размотаем, посмотрим? Нет, нет, нет. Нет, пять метров, да? Ну, хорошо, если пять метров. Так, а вот это вот что у вас? Вот это у нас вообще жесть. Пассатижи. Пассатижи. Это не плоскогубцы, это пассатижи. Правильное название. Пассатижи, да? А плоскогубцы тогда что? То же самое, по-моему. Хотя, может быть, смотри, вот это может быть плоскогубцы быть. А пассатижи еще с кусачками. А-а-а, точно. Я тоже так думаю. У нас была одна женщина, которая говорила не плоскогубцы, а сологубцы. Сологубцы. Эти фамилии как-то. Сологубцы. 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 Ну, и для чего предназначены вот эти вот сологубцы? Ну, что-нибудь подержать там, вот знаешь, это, можно гаечи подкрутить. Вот так, раз взял. А за палец никого нельзя тяпнуть? Можно. Можно, да? Можно. А-а-а. Девяностые, девяностые. А-а-а. Как раз, да. Как раз под палец. Орехи колокнуть. А, орешки. Ты знаешь, кстати, когда покупаешь фисташки, фисташки, вот пакет, вот, блядь, вот они все там вот раскрытые, а вот штук пять вот не раскрытые. И хрен чем раскроешь, блядь, а зубы все, блядь, это, дорогие. Никто их кусать не хочет. Мы в Москве работали, сняли хату, короче, а там, это, на кухне стоял ящик, 9 килограмм фисташек. Мы его, блин, ну за два дня, наверное, сожрали эти 9 килограмм фисташек. Круто, круто. Так, Вячеслав, а он еще какой-то прибор освежит, что это такое? Это кожаная ножовка. Это ножовка? По металлу, да. Ножовка от слова нож. Да. Ну, металл, рейд. Это по металлу, да? Угу. Что вы вот можете рассказать об этой ножовке? А что, по-моему, берешь... Ну, это дешевая ножовка или дорогая, ценовая категория какая? Ценовая, рублей сто. Рублей сто, да? Максим. Да нет, там подороже. Рубочка помощнее вроде как. А, нет, это металлическая ручка. А то китайские, то не вообще. Обычные пластмассовые. Да? Я же говорю, там подороже, блядь. Ну, вот как ты считаешь, это можно работать ножовкой? Или это так, на два дня? Нет, ну, блядь, ну, как он, хрень, можно там пластмассково пилить, но не металл. Да? Вот это резонируется пилить. Ух ты. А вот смотри, сколько полотно обычно служит? Смотри, что делать. Ну, металл пилить. Потому что по металлу. Нет, понятно, что по металлу. Ну, блядь, если, хрень, знает я что-то. А вот эти полотна, они разные бывают, или они все одинаковые, стандартные? Не, разные, но вот это мелкий зуб совсем. А, есть еще и крупные? Есть покрупнее, да. Ага, круто. А это совсем мелкие. Ну, понятно. А вон, сзади вас там какой-то прибор лежит. Вот, что это? Да, вот это что такое? Это как клизма какая-то. Пистолет для герметика называется. Блядь, круто. Как шприц прям какой-то. Как история тоже, еще одна. Когда батин кореш попросил пистолет вот с герметиком. То есть, что? И он, ну, он взял у меня пистолет и говорит, ну, звонит куда-то. Думал, ему звонит. Вот. И говорит, ну, что, забрал пистолет, все. Он такой, а там на другом конце ему говорят, ну, приноси, я тебе сделал застрелить. Он такой, ты, 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 застрелил. Ну, ошибся номером человек жесткий. А еще, ты, а еще какой-то там случай у тебя был, когда по телефону разговаривали, там и милиция услышала, что-то там про пистолет. У кого-то там пистолет, заберу пистолет. Нет, нет. Мы пьяные шли с работы. Вообще удивительно. Часа четыре утра, наверное, было. Мы в говнище пьяни пошли, идем, блин. А чувак взял вот пистолет вот этот вот, степлер, блин, и еще что-то взял. Домой что-то так сделать хотел. И да с мусоратором возят, не вот. Он такой, с пакетом, блядь. И мусор спрашивает, типа, а что у тебя в пакете? Он такой, ну, что у меня в пакете? Пистолет, и вот эти сразу такие, блядь. С автоматами, высыпали там все, а там эти пистолеты, блядь. Чекушка, я вот. Блядь, ну, понятно, я вот. Нормального пацана. Так, ну и что? Вот смотри, допустим, самый такой серьезный и основной вопрос вам, Вячеслав. С помощью, вот какие вот можете назвать пять самых нужных инструментов, с помощью которых можно дома сделать ремонт? Вот, хотя бы. Болгарка, перфоратор, лобзи. Все, молоток. Болгарка. И все. А что у тебя еще надо? А, понял, это чтобы долбить, там, пилить. Долбить, сверлить, пилить. Парни, на наш канал надо обязательно подписаться. Всегда узнаете много интересного и прикольного. Услышите много всеразличной херни. Всякли. Ереси, так сказать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова